доброе утро ребята сегодня среда и снова мы с вами встречаемся на уроке русского языка девиз нашего урока сегодня терпение и труд все перетрут а для урока нам понадобится учебник тетрадь ручка и карандаш давайте проверим свою посадку спинка ровная ножки на полу тетрадь под наклоном ручку держим правильно уселись поудобнее итак тетрадочки открываем записываем сегодняшнее число 22 апреля и начинаем наш урок мы с каллиграфической минутки этой буквой мажут раны часто завтракают мамы им давно рецепт знаком свежих фруктов с молоком что же это за буква такая мажут раны завтракают мамы так посмотрите буквы мажут раны йод конечно завтракают мамы йогурт хорошо буква и краткая буква и молодцы вот эту и букву мы сегодня будем писать посмотрите пожалуйста у нас три строки чистописания на первой строке мы запишем заглавную и строчную буквы и краткая на второй строке слова ой ай поочередно и на третьей строке предложение мой родной край проверили свою посадку еще раз спинки ровные ножки на полу пишем красиво не торопимся вы можете поставить это видео на паузу и красиво дописать все элементы и все буквы ну а мы продолжаем у существительных подчас не жизнь а просто скука ни цвета нет у них без нас ни запаха ни звука если нас к ним приложить им веселее станет жить вот громкий стук вот желтый шар вот сокрушительный удар вот звонкий колокольчик а вот и острый кончик о каких словах ребята говорит поэт ну конечно же вы догадались о признаках предметов посмотрите пожалуйста стук какой громкий шар какой желтый удар какой сокрушительный колокольчик какой звонкий кончик какой острый конечно об этих словах пойдет речь итак давайте вспомним части речи которые мы уже с вами знаем это имя существительное отвечает на вопросы кто что и обозначает предмет это глагол отвечает на вопросы что делать что сделать и обозначает действие предмета и посмотрите между ними пустая строка что же здесь должно быть написано мы с вами узнаем об этом в конце урока итак тема нашего урока имя прилагательное и на очереди у нас с вами следующее задание прочитайте слова запишите их распределив по столбикам давайте прочитаем эти слова вместе цветок сильный раскрасил зеленый найдет хороший девочка окно побежал пожалуйста в вашей тетради образуйте три столбика в первом столбике запишите имена существительные обозначьте кратко сущ во втором столбике распределите глаголы ребята глаголы обозначьте кратко гл и в третьем столбике пока без названия запишите те слова которые не подошли ни в первый столбик ни во второй работаем поставьте пожалуйста видео на паузу и выполняйте это задание а после проверим итак проверяем вот что у нас с вами получилось имена существительные цветок девочка окно глаголы раскрасил найдет побежал и те слова которые у нас остались которые не подошли ни в первый ни во второй столбик вот они у нас такие сильный зеленый хороший и так что же это за часть речи вы конечно догадались что это и есть новая часть речи имя прилагательное посмотрите пожалуйста на экран имя прилагательное это часть речи которая обозначает признаки предметов и отвечает на вопросы какой какая какое какие итак следующее задание посмотрите на экран бурый мохнатый косолапый кто это это медведь давайте по признакам определим следующее имя существительное рыжая хитрая ловкая кто это ребята правильно это лиса серый хищный жадный кто же это да это волк молодцы белый легкий пушистый снег конечно же круглое сладкое сочное что же это такое да это яблоко молодцы и так делаем вывод имена прилагательные нужны для точности описания предметов и мы с вами сейчас выполним следующее задание посмотрите пожалуйста на экран у нее зубки рыльца ушки шерсть хвост кто это если бы не рисунок вы вряд ли бы отгадали что это белка а теперь посмотрите на следующий слайд у нее острые зубки тоненькая рыльца чуткие ушки рыжая шерсть пушистый хвост как вы думаете это описание соответствует белки конечно да и мы сразу с вами отгадали что это белка итак наша с вами задача сейчас выписать имена прилагательные из этого предложения готовы готовы взяли ручки на следующей строке мы с вами записываем первый вопрос с большой буквы зубки какие и сами отвечаем на него зубки какие правильно острые молодцы следующая строка второй вопрос будем записывать в столбик какое какое рыльце какое и вы видите что рыльце тоненькое записываем рыльце тоненькое следующий вопрос какие ушки какие конечно же чуткие шерсть какая да рыжая хвост какой пушистый совершенно верно итак посмотрите пожалуйста вопросы слева справа у нас имена прилагательные и мы можем с вами уже вместе сделать вывод имена прилагательные в речи которые нужны для того чтобы речь была красивой яркой интересной ну и мы с вами подошли к итогу нашего урока посмотрите на таблицу на слайде помните в начале урока мы с вами оставили строку для неизвестной части речи давайте сейчас заполним эту строчку итак часть речи имя прилагательное вопросы какой какая какое какие и обозначает имя прилагательное признак предмета вот какой вывод мы с вами можем сегодня на уроке сделать что ж вы большие а мне остается задать вам домашнее задание я рекомендую вам выучить правила на странице 102 и выполнить упражнение 138 на странице 100 всего вам доброго ребята до до новой встречи оставайтесь дома до Продолжение следует...